если спросить пожилых людей о том времени когда не было такого большого изобилия шампуня как сейчас то некоторые из них могут вспомнить о том как их родители бабушки или прабабушки сами изготавливали шампунь да можно сказать такой бабушкин шампунь и волосы у них какие были красивые да шикарные у некоторых косы были и почему потому что этот шампунь он не просто хорошо отмывает волосы но и также полезен для волос как его изготовить кстати очень просто его изготовить я сейчас рассмотрю для этого нам понадобится всего три ингредиента первое это щелок делается он очень просто я уже снимал видео можете посмотреть видео называется как сделать моющее средство из золы делается из обычной древесной золы или травяной тоже подойдет второе это вода кипяток и холодная вода и третье это травы вначале надо замочить травы траву или травы я собрал мне ромашка вот ароматные а также череда немножко и в основном крапива крапива очень полезным для волос вы сами можете посмотреть какие у вас есть травы чтобы замочить также в этом тут можно экспериментировать потому что травы не только полезны для волос но также получается что будет аромат определенный волос после этих трав может быть вам понравится определенный аромат какой-то травы поэтому можете сам подбирать травы теперь нужно травы залить кипятком вот заливаем кипяточком и теперь ждем какое-то время несколько минут чтобы трава настоялась чем больше по времени тем естественно отвар будет мощнее чем меньше по времени тем слабее у меня прошло всего три минуты но чтобы хорошо настоялся отвар надо побольше лучше всего а теперь что делаем когда настоялась трава теперь мы добавляем холодной воды сколько нам нужно чтобы помыть голову чтобы такая какую мы любим да убираем траву выкидываем ее а можно даже процедить через что-то и добавляем щелок в зависимости от того насколько он мощный у меня слабый щелок я делал из частично древесины частично ну в основном да угольная поэтому у меня очень слабый щелок получился если вы делаете из древесной то получается стакан на два-три литра воды здесь же у меня придется все вылить это щелок это калевая щелочь потаж делают из нее из него вот смотрите какой получился вот и готов на он должен немножко пузыриться не сильно чуть-чуть буквально вот и так брать и такой немножко чуть-чуть такой скользкий вот все готов шампунь бабушкин шампунь вам желаю я всегда пользоваться только натуральными продуктами сделанными своими руками ну и всего вам хорошего до скорой встречи